Здравствуйте! Что можно добавить к вышесказанному? Уже выступали люди очень большой культуры, очень известные люди, поэты, поэты-песенники, люди, которые действительно по-настоящему очень хорошо и близко знали этого человека. Знал я его и я. Для меня это честь. Я жил, можно сказать, в то время, когда Иосиф Давыдович творил. Я слушал его песни, естественно, с малых лет. Я знал, кто такой его всегда выдач. Но когда я познакомился с этим человеком, моё мнение о нём резко изменилось, потому что это был очень большой человек. С огромным сердцем, огромной душой. С великолепным исполнением произведений, с огромным профессионализмом. Я даже не могу представить себе на секунду, сколько этот человек знал наизусть песен. Обычно мы, если что-то забываем, подкладываем яли с точки, кто-то ставит экраны. Человек пел, просто знал, просто помнил. Память у него была великолепная и на произведениях, и на людей. У него была своя стена плача, даже в кабинете тех людей, которые уже ушли из жизни. Он их всех помнил. По именам, отчествам, где лежат, когда он их похоронил, потому что похоронил он очень многих и очень многим людям помог. Я ещё раз повторю, что я счастлив и горд за то, что я жил, знал и общался с этим человеком, хотя, возможно, недостаточно много. О чём сейчас вот стою здесь и сожалею. Тем не менее, спасибо Богу, что я был с ним знаком. Спасибо вам всем, что вы пришли. Искреннее соболезнование семье и близким. Этого человека забыть нельзя. Это эпоха, я даже не могу сказать, какого периода времени. Нельзя определить эпоху человека по возрасту. Нет такого понятия в моём сердце. Есть понятие эпохи золотыми буквами. Я бы даже сказал, что золото к этому и неуместно. Прощаюсь, Давыдович. Никогда не забуду тебя ни страна, ни люди, которые слушали твои песни. Они и будут слушать ещё очень и очень долго. До тех пор, пока существует такая страна, как Россия. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok